Чтобы праздники прошли без последствий, мер безопасности усиливают по всему городу. Ожидается, что самые массовые гуляния в новогоднюю ночь традиционно пройдут на площади Куйбышева. Веселье начнется в 10 вечера и продлится до 3 часов ночи. Новогодний фейерверк запланирован на час ночи. За безопасностью будут следить полицейские и частная охрана, рассказывает на оперативном совещании руководитель департамента культуры Татьяна Шестопалова. Доступ на площадь Куйбышева будет осуществляться через металлодетекторы, которые будут установлены на трех входах с улицы Чапаевской, Красноармейской и Вилоновской. Площадь Куйбышева будет обнесена заборами ограждения. В достаточном количестве планируется личный состав управления внутренних дел и представители частного охранного переприятия, которые представляем мы. В Куйбышевском и Красноглинском районах специальных уличных гуляний не планируется. Но традиционно люди приходят праздновать Новый год на площадь перед Домом культуры. А потому обеспечить безопасность горожан должны районные администрации, подчеркивает первый замглавы города Владимир Василенко. Даже если мы музыку не выставим там и для себя, скажем, что мы официально не организовываем, то ответственности с нас все равно никто не снимет. Особое внимание к антитеррористической безопасности. Это непростая формальность, подчеркивает Олег Фурсов, и дает поручение главам районов дополнительно проработать этот вопрос. Соберите руководителей торговых центров, руководителей общественных зданий, и эту работу поручите им реализовать. Проговорите еще раз. Недооценивать нельзя желание людей внести дестабилизацию на территории города. К сожалению, очень много ложных сигналов идет, очень много ложных звонков. В новогодние каникулы будут работать музеи, театры и дома культуры. Там также усилят меры безопасности. С 30 декабря по 11 января будут увеличены патрули спасателей, полицейских и дружинников. На это время в Самаре введен особый противопожарный режим. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События.